Девушки отдыхают Впервые мы постараемся дать правильное представление о том, что же такое программа от винта. Ну а тем, кто вообще первый раз в жизни включил телевизор, мы потом объясним, как его выключить. Нам бы хотелось поговорить о перспективах развития видеоигр так, как они нам представляются. Мы с вами становимся свидетелями того, как тонкая грань, отделяющая компьютерные игры от реальной действительности, постепенно стирается. Да, стрельба, дикие прыжки, взрывы чуть ли не у нас под ногами становятся обычным атрибутом нашей повседневной жизни. Утрачивается, так сказать, прелесть новизны. И поэтому нам кажется, что в ближайшее время следует ожидать появления нового класса компьютерных игр, так называемых бытовых игр. Представьте, вы приходите домой, закрываете бронированную дверь, ставите в угол пулемет, снимаете каску и бежите к своему любимому компьютеру. А там вас ждут следующие игры. Например, игра «Трамвай». Тихим зимним вечером вы с любимой девушкой катаетесь в трамвае по городу, по возможности избегая незлобных контролеров. Или, скажем, игра «Домочадцы». Жена задремала у телевизора, ваша задача накормить детей манной кашей. Или, скажем, игра «Читальный зал». Вы ищете в библиотеках города свою любимую книжку. И вот вы уже с головой погружаетесь в абсолютно нереальный, выдуманный и такой прекрасный мир. Сегодня мы вам представляем игру «Дум-2», версию знаменитой игры «Дум-1». Вероятно, скоро появится игра «Дум-2 жив», и «Дум-2 жив» возвращается. В новой игре всего одна миссия, но зато очень серьезная. Интерфейс практически не изменился по сравнению с «Дум-1». Зато в вашем арсенале появилась отличная двустволка с горизонтальным расположением стволов. В умелых руках или клешнях это необычайно эффективное оружие. Чтобы врага победить, его надо знать. Впрочем, это мы уже говорили. Здесь все, что шевелится, можно смело считать врагом. Так или иначе, выяснилось, что все наши противники имеют научные почти что латинские названия. Например, то, что в народе называют «Помидор», будет... Как о демон. А зеленое присмыкающееся... Ай-эм-пи. Вот интересно, что бы это значило, а? Ну, может быть, «Интимейт милитари полиция»? «Интимная военная полиция»? Не-не, вряд ли. Ну, тогда «Интистейт мембер оф парламент». Это что значит? Перевод сложный. Что-то вроде «член парламента, умерший без завещания». Во, вот это вот больше похоже на правду. А зеленый черт? Зеленый черт по-научному будет «хелкнихт». Вот интересно, вот чем вдохновлялись авторы игры, создавая своих зеленых чертей? Ну, впрочем, количество разновидностей всякой нечисти во второй версии «Дума» в общем впечатляет. Из новичков следует отметить Манкумуса, стреляющего из плазмомета и при этом приговаривающего что-то вроде «ням-ням». А также «ревенанта» – очень малоприятную личность, обладающую навыками рукопашного боя. Говорят, что недавно фирма ID Software заключила соглашение с кинокомпанией Universal Studios о совместной работе над кинофильмом по мотивам игры «Дума». Кроме того, появился уже первый из четырех томов книги, повествующий о том же. В последней сцене вы сойдетесь не на живот, а на смерть с самим владыкой ада. Во, видите, вон там, вот тот вон козлорогий. Уничтожить его, ох, как непросто. Он очень пулиустойчив, и его не берут даже ваши специальные самонаводящиеся ракеты с бронебойным сердечником. Немало внимания придется уделить и всяким бестиям, которые будут вам очень докучать, желая защитить своего патрона от расправы. Вот я не понимаю, почему никто не делает попыток подружиться с обитателями этой местности. Ну, тем не менее, еще пара выстрелов, и справедливое возмездие свершилось. Мы расскажем вам о некоторых сомнительных достижениях отдельных лиц в области программирования. Говорят, что Россия занимает видное место среди стран-производительниц вирусов. К тому же, вирусы, закаленные нашей суровой действительностью, становятся необычайно агрессивными и живучими. И когда они попадают в тонкую западную аппаратуру... Сами понимаете, что происходит. Особенно тяжело вашему компьютеру придется, если в него одновременно залезет сразу несколько вирусов. Между ними вспыхнет схватка не на живот, а на смерть. Они будут мутировать, порождать новые штаммы, иногда небезопасные для человека. Единственное, что можно посоветовать в данной ситуации, сжечь. Ваш компьютер. Ну а как избежать этих ужасов, лучше нас знает Дмитрий Николаевич Лозинский. Понимаете, в чем дело? Против всех этих самых страхов. Противоядие всегда найдется. Найти его очень нетрудно. И уж, по крайней мере, в несколько раз легче, чем написать вирус. Ломать не делать. Тем более, когда профессионалы этим занимаются. В день разбираешь по нескольку вирусов. Ну, если человек, если вирус написан за один день, то обычно за 10 минут его, за 5-10 минут разбираешь. Потом целый час думаешь, как бы его назвать, если там никакой фразы нет оригинальной. Ну, если полгода человек работал над вирусом, ну, тогда иногда приходится целый день потратить, если уж очень сильно запомнил. Так что неблагодатное это занятие. Дмитрий Николаевич Лозинский, автор знаменитой программы «Эйдстест». Известны случаи, когда создатели компьютерных вирусов украшали свои произведения приветствиями в его адрес, как бы бросая вызов. Ну, а как же. Было очень много посвящений. Была даже целая серия, которых на Западе известны. Вирус Лозинский. Ну, в первом из них было написано «Лозинский дуб, айдстест горбуха». Потом была очень красивая заставочка, айдстест горбушка, как на весь экран. Ну, что делается? Клада за популярность, ничего не поделаешь. А сейчас перейдем к весьма оригинальной игре категории «Квест» Приблизительно это можно перевести как «Один дома». Игра необычайно занятная, но впечатлительным зрителям мы не советуем играть в нее ночью, особенно если вы один дома. Сюжет игры достаточно традиционный для готических романов. Вы оказываетесь в огромном особняке, населенном привидениями. Однако должен сразу предупредить, что сколь отважны бы вы не были, вам не удастся пройти десяти шагов по заколдованному дому, если вы прежде не возьмете на себя труд ознакомиться со специальным файлом в программе, где содержатся все подсказки, разгадки и некоторые загадки. Подбирая разбросанные там и сям предметы, вы сможете существенно пополнить свой арсенал, что вам очень пригодится. Зла вредные призраки, такие, например, как эти гарпии, в большинстве своем погибают от каких-то пустяковых причин. Этим достаточно лишь взглянуть на себя в зеркало, и они умирают. Ну, в общем, я их понимаю. Это зомби, которые собрались на свою мрачную вечеринку. Жаль только, что вас они воспринимают лишь в качестве своего дежурного блюда. Смотри, сабля сломалась. Надо кинуть в него матрешкой. Известная скульптура, девушка с веслом, только без весла, охраняется пауками мертвая голова. Одноногий моряк Дарби МакГроу вооружен прекрасным клинком дамасской стали. Еще при жизни он слыл непобедимым бойцом. А теперь его мятежный дух осужден вечно охранять эти мрачные чертоги. Герои игры следует пройти все этажи этого гостеприимного дома и уничтожить корень зла. В сущности, это даже не корень, а целое дерево. И растет оно в подвале, поближе к грунтовым водам. Да, мало кому из гостей удается покинуть это здание. КОНЕЦ КОНЕЦ На сегодня все. Не смею вас долей отягощать. Гейм, как говорится, оба. В смысле... КОНЕЦ Продолжение следует...